Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги Откровения Иоанна Богослова Перевод международного библейского общества Я читаю его для библейского портала экзегет А 12 глава, самая известная, наверное, из всей книги Образ дракона, который воюет с женой, одетой в солнце Под драконом книга ясно имеет в виду сатану, дьявола, об этом сказано Под женщиной, одетой в солнце, ну, традиционное практически единственное толкование Мы понимаем церковь, хотя не сказано этого в книге напрямую И вот они враждуют, и дракон пытается погубить женщину, но не может Ее все время каким-то чудесным образом спасает некая высшая сила А вот людей, которые сыновья этой женщины, дракон, очень даже может с ними, он враждует Но об этом подробно не сказано Ну, собственно, можно сказать, что люди, которые здесь упомянуты, это христиане Да, вот как дети этой женщины, отдельные люди И вот дракон встал на берегу моря, заканчивается 12 глава Мало нам дракона, неужели есть сила еще более могучая и грозная И что же это за сила? Вот 13 глава, она появляется Тут я увидел, как из моря поднимается зверь, у которого 10 рогов и 7 голов Как-то нелогично, да? Это что же, на некоторых головах по 2 рогов, на некоторых по 1, или они вообще как-то странно распределены На рогах его 10 венцов, а на головах написано богохульные имена Зверь, которого я видел, был похож на барса, но у него были медвежьи лапы и львиная пасть Что за зверь? Трудно себе представить барс с медвежьими лапами и львиной пастью А чем пасть барса плоха? Вы знаете, вообще-то в древнем мире, особенно на Ближнем Востоке, но не только там Очень любили изображать таких химер животных, которые состоят из разных живых существ Ну, какой-нибудь там египетские боги с головами животных, птиц Или ассирийские вот эти вот быки-львы с крыльями, с человеческими лицами Вот что-то такое Люди понимали, что духовный мир, он совершенно иначе устроен Его невозможно изобразить напрямую Можно лишь дать некоторый намек в виде вот чего-то несуразного, нелепого, необычного И вот здесь что-то такое Но кто же это? Значит, дракон это у нас дьявол, сатана Об этом сказано прямо, а этот зверь? Почему у него число рогов и голов как-то не совпадает? Нельзя было как-то поаккуратнее, да, чтобы рогов было в два раза больше, чем голов Логично, ну или столько же Что это? Дракон дал зверю свою силу, свой трон и свою власть То есть зверь сам по себе немощен Одна из голов зверя, казалось, получила смертельную рану Но эта рана зажила И все жители земли в изумлении пошли за зверем Они поклонились дракону за то, что он дал зверю такую власть Они поклонились зверю и говорили Разве еще есть кто-то подобный этому зверю? Кто может с ним сразиться? А давайте представим себе О ком жители Палестины, Малой Азии И разных других областей Средиземноморья Конца первого века нашей эры, когда этот стих писался Могли говорить такие вещи Разве есть еще кто-то подобный кому? Ну, по-моему, есть только один ответ Подобный Риму Подобный Римской империи Огромная империя, самая большая в истории Ну, древнего мира, да И, наверное, Чингисхан захватил большую территорию Но это было ненадолго А вот эта империя очень долго, многие века существовала Она сыграла огромную роль в истории государств И до сих пор от Британии до Северной Африки От Иберийского полуострова до Кавказа Мы находим следы присутствия римлян Более того, они во многом стали основателями культуры, государственности Разных народов, государств и стран И, конечно, никто не смог их победить Пока сам Рим как-то не прогнил изнутри, да? Хотя многие пытались с ним сражаться Почему я так говорю? Ну, потому что зверь явно не сверхъестественный Да, вот, это не духовная сущность В отличие от дракона Он получает силу от дракона Но он вот какой-то, скорее, звериный Да, он такой вот, как Живут на этой земле разные существа Вот он сочетает несочетаемые признаки Но, в принципе, он такой же, как они Просто он очень могучий А кроме того, вот эта несуразность Десять венцов, десять рогов, оголов семь Имеется в виду, вероятно, римские императоры Которых, может быть, к тому моменту как раз было семь Да, начиная с Октавиана Августа А может быть, какие-то еще правители Может быть, рога это одни, а головы другие Да, вот, разного уровня Многое истолкование на эту тему Я сейчас не буду считать Но государство, оно же многоголовое по определению Да, это сатана, сущность вечная Он всегда сам, да А государство сегодня у нас там каллигула какой-нибудь А завтра нейрон, в общем-то, один другого не лучше Но они разные сущности, да У них разные головы Они личности разные И, тем не менее, государство одно Вот его, эта звероподобность, она сохраняется Ведь, кстати, на гербах всех стран обычно рисуют хищных зверей и птиц Львов, орлов чаще всего Ну, бывают и другие разные Никогда каких-нибудь миленьких там коал не рисуют Не знаю, может быть, в Австралии, но, по-моему, там другой герб А это всегда что-то вот хищное, рвущее, терзающее других Потому что хотят видеть свое государство такими Но само по себе государство, в общем, не несет какой-то угрозы чего-то страшного А вот когда оно получает от дракона свою силу И становится непобедимым Вот тогда да Зверю было дано говорить надменные богохульные слова Ему было позволено осуществлять власть 42 месяца Все время эта цифра 42 месяца, можно гадать, что это Разрушение Иерусалима, что-то еще Но его срок ограничен, этого дракона Конечно, Римская империя не 42 месяца существовала И даже не 42 года И даже не 420 лет, да, больше тысячелетия Там сначала республика, но все равно римская государственность Но неважно, это ограниченный срок Вот здесь вечность и, допустим, 42 месяца Неважно, пусть это будет 1420 лет Но все равно это ограниченный срок Он раскрыл свою пасть, чтобы клеветать на Бога На его имя, на его жилища и на всех жителей неба Ему была также дана власть Вести войну со святыми и победить их Вот как Не просто драться, но победить людей Не с женщиной, которая непобедима А со святыми, с отдельными людьми Он получил власть над каждым родом Каждым народом, каждым языком и каждой нацией Ну, это уж совершенно точно Римская империя, других таких не было Может быть, там на Дальнем Востоке Китай был такой Но о нем просто ничего не знал автор Откровения И поклонятся ему все жители земли Кроме тех, чьи имена записаны еще От создания мира в книге жизни у ягненка Который был принесен в жертву То есть вот это избранничество Не быть почитателем языческого Сатанинского Рима Это то, что дается еще до рождения От создания мира Как это может быть от создания мира Что было предусмотрено Что вот я такой, как я есть Андрей Десницкий буду И тем, кем я буду, вот я стану Это что такое, полный фатализм Про каждого человека Не уверен Мне кажется, здесь скорее указание на то А богословы будут спорить Говорить о предопределении Но мне кажется, скорее указание на то Что это не в силах человека Что только если свыше ему дана эта способность Он может сохранить себя От этого поклонения Звероподобному языческому государству Только ли Рим имеется в виду Ой, боюсь, что много было таких государств в истории Что в каком-то смысле Любое государство в некоторой степени Похоже на этого морского зверя Хотя, конечно, в разной степени Записано в книге мира В книге жизни у ягненка Который был принесен в жертву Опять-таки, что дает возможность Оказаться на этой стороне Бога, а не зверя Принесение ягненка в жертву Если у кого есть уши, пусть послушают Кому суждено идти в плен Тот пойдет в плен И кому суждено быть убитым мечом Тот будет убить мечом От святых требуется терпение и вера Надо в плен, пойдешь в плен Надо погибнуть, погибнешь От тебя терпение и вера Не жди победы Не жди триумфа Не думай, что ты убьешь зверя Потому что он слишком страшный Да и зверей-то, вообще-то говоря, бывает Больше, чем один Потом я видел другого зверя Он выходил из земли, у него было два рога Как у ягненка, но говорил он, как дракон Тут на море этот, на земле Бывают морские империи, бывают сухопутные Значит, давайте рассуждать Там Соединенные Штаты или Британская империя Или там Германия Особенно гитлеровская Какая конкретная империя имеется в виду Вот какое страшное государство Да много их бывает Иногда они дерутся друг с другом Но людей кушают с одинаковым аппетитом все Два рога, как у ягненка, но говорил он, как дракон Да, он даже притворяется ягненком Мало ли было христианских, в кавычках, империй Которые от имени Христа Несли вот все то же самое Завоевание, насилие, жестокость И несправедливость, и угнетение Ну, говорил он, как дракон По словам уже становится ясно Он наделен всей властью первого зверя И действует от его имени Он заставляет всех жителей земли Поклониться первому зверю, у которого зажила Смертельная рана, то есть, например Я не хочу сказать, что об этом писал Иоанн Богослов, но вот первое, что приходит в голову Становится уже христианское государство Которое заставляет поклоняться Риму Которое видит в Риме самый большой смысл Вот всю самую великую силу Может быть, что-то другое имеется в виду Но в любом случае, вот эта смена зверей Смена каких-то сил этого мира Которые заставляют поклоняться не Богу А чему-то еще Вот мне кажется, это здесь точно описано И смертельная рана заживает Государство может очень много вытерпеть Он совершает великие чудеса И сводит огонь с небес на глазах людей Ну еще бы Государство создает потрясающие совершенно вещи Этими чудесами, которые ему было дано совершить От имени зверю, он обманывает жителей земли Он сказал им, чтобы они воздвигли изображение зверя Который был смертельно ранен мечом, но выжил Этому второму зверю было дано вдохнуть жизнь Изображение зверя, чтобы оно смогло говорить И действовать так, чтобы был казнен всякий Кто не поклонится изображению зверя Смотрите, возникает некоторая память Об историческом прошлом, да? И некое новое государство, некая новая сила Заставляет эту память ожить Вот приходит христианская империя И начинает оживлять эту память о языческом Риме Языческий Рим становится как бы главным Становится снова живым И уже противодействовать ему невозможно Какие только государства В истории, скажем так, христианского и постхристианского мира Не объявляли себя наследниками древнего Рима Да практически любое Карл Великий, Каролинги Он император римлян, как он сам себя называл Священная римская империя германской нации Существовала все средние века Республиканская Франция писала на своих знаменах СПКР, Сенатус Популевский Романус Называла своих верховных правителей Консулами и всякими прочими римскими словами Они говорили, мы Рим Каждая из них кричала, я Рим, я настоящий Рим Сейчас я вдохну жизнь в эту Римскую империю Все поклоняйтесь ей Я уж не говорю там о муссолиниевском режиме Муссолини обращался к своим Подданным словами римляне И говорила, мы строим империю Много таких было историй, наверное, не только Рима Это касается Еще он устраивает так, чтобы все люди Малые, великие, богатые, бедные, свободные Рабы получили печать на свою правую руку Или на лоб Но сегодня очень часто это толкуют Что там НН дают, паспорта новые Говорят, в Скандинавии, я сам не видел Но сообщения были Уже чипируют людей Вот у них под кожей некий чип В котором все их паспортные данные Им не нужно кредитную карту с собой носить Ключи от дома Они прикладывают ладонь к замку Или к банкомату Им выдаются деньги, открываются двери Все что угодно Об этом, о технологиях Все, кто не имеет такой печати Не могут больше ничего ни купить, ни продать Печать это имя зверя или число Обозначающее его имя И люди начинают искать в дизайне паспортов Три шестерки Или в штрих-кодах на товаре Три шестерки Или там с некоторым таким лукавством Штрих-код-то помещают Без него действительно нельзя Продавать нашей стране товары Но перечеркивают его Типа, мы против этого штрих-кода Хотя он там есть Мне кажется, это не о технологии Это о том, что государство Вот такое звероподобное государство Стремится к тотальному контролю над гражданами Оно не всегда достигает, но всегда стремится Оно всегда хочет, чтобы без его дозволения Без его какого-то благословения Не текла никакая нормальная жизнь Вот нельзя было за хлебушком в магазин сходить Вот все только через это государство И это тяжело Итак, имя зверя или число, обозначающее его имя Ну, дальше самый известный пассаж, наверное, во всей книге Откровений И это требует мудрости Тот, кто наделен разумом, пусть высчитает число зверя Потому что это число человека И число его 666 Самое вероятное толкование, я сразу скажу Это император Нерон Действительно жестокий гонитель христиан Вообще безумный человек Откуда берется 666? Ну, тогда у букв были и числовые значения Греки вообще записывали числа буквами У них не было отдельных чисел У римлян были Хотя они тоже были как буквы Но все равно они понимались как отдельные знаки А греки просто брали буквы И у каждой буквы было численное значение Соответственно, если записать чье-то имя Можно сложить численное значение каждой буквы И получить некое число Вот император Нерон получает значение 666 Но это ведь не обязательно так Это мог быть намек на Нерона Такой косвенный Так, чтобы нельзя было понять это сразу Тем, кто мог каким-то образом Ну, на христиан настрочить донос Или даже казнить их за вот эту вот Оппозицию императору Нерону Жестокому гонителю христианства Но мне кажется Это число в конечном итоге Не имеет какого-то сакрального значения Особенно три шестерки Потому что тогда шестерок не было Арабские цифры, они потом были изобретены Вот, и 646 совершенно по-другому записывалось Но здесь, мне кажется Вот есть предложение другого рода То есть вдумайся сам Вот все это происходит или нет В какой-то степени Может быть при любом режиме В любом государстве Нечто похожее на то, что описано здесь Задумайся об этом И посмотри, не связано ли это как-нибудь с тобой Но в 12-13 главах Все очень страшно и плохо В 14-й все начнет понемножку исправляться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok